Организатор первого дресс-кроссинга в Перми Нина Бурдина свободное время предпочитает проводить за поиском новой одежды. Однако в большей степени это секонд-хенды и ресейл-пространство. И Нина в этом хобби нашла еще и коммерческую сторону. Несколько раз в год она устраивает вечеринки, где клиенты могут обменяться уже давно забытой одеждой. Берем, думаем, точно надо будет носить, в итоге лежит шкафу год, два, три, ты из них вырастаешь, либо они все равно становятся большие, и ты не знаешь, что с этим делать. То есть и подруги тоже не особо там можешь возьмут и передать там по наследству некому. Вот и в принципе дресс-кроссинг помогает этим вещам найти новый дом. Но что делать с вещами, которые не подойдут для вторичного использования, например, как это полотенце? Отвечу, сдать на переработку. Например, вот в такой бак. Их по всей Перми около сотни. Как отмечают в Нафтолине, одежду из них вывозят один-два раза в неделю, но вот этот бак возле столицы, он намного популярнее у пермяков. Отсюда три раза в неделю могут вывезти порядка 50 килограмм одежды. В том числе и с дресс-кроссинга часть неразобранной одежды отправляется на переработку. С каждым годом количество пермяков, желающих избавиться от ненужных вещей, растет. По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 50%. За шесть лет работы компании по переработке старой одежды Нафтолин только сейчас удалось выйти на стабильный заработок. Тут очень многое зависит от сознательности людей. Потому что люди, естественно, нам несут все это бесплатно. Потому что вот именно на идеи рассчитаны на людей, что они заботятся о природе. Старые вещи хорошего и среднего качества компания отправляет на благотворительность. Плохого перерабатывают в ватин. Это наполнитель для матрасов, курток и мягких игрушек. А вот старые батарейки смогут переработать сразу в несколько предметов. Контейнеры для их сбора тоже есть в Перми. Их уже более сотни. То есть мы убиваем сами себя. То есть никто не говорит, что нужно запрещать этим пользоваться. Нет, нужно просто грамотно к нему подходить. Вы купили продукт, вы сделали из него отход. Дальше вы должны уже как разумный, грамотный человек, цена принятого вашего решения, поступить и отдать это на переработку. Если дресс-кроссинг – это бизнес-проект, который легко реализовать и получить быструю прибыль, то для переработки вещей, а тем более батареек, нужно больше затрат. К примеру, на запуск последнего порядка 60 миллионов рублей. Однако эко-бизнес – направление перспективное. С каждым годом спрос на него растет в том числе и у пермяков, резюмируют представители отрасли.